Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу представить вашему вниманию вещь из коллекции Андрея Бурматикова. Это новая осенняя коллекция в компании Faberlic, которая представлена в 13 каталоге 2021 года. В этом каталоге, конечно, не вся коллекция. Есть отдельный каталог. Заказывайте, регистрируйтесь, проходите на сайте и знакомьтесь, если вас что-то заинтересует. После регистрации у вас будет скидка 20% на эти вещи. Итак, я решила взять, например, вязанный кардиган. В каталоге он представлен на страничке 8 на модели. И кардиган в каталоге в трех цветах. Это молочный, бежевый и черный. Моего размера был бежевый. Я заказала в размере 50-52. Сразу хочу вам сказать, что этот кардиган модель оверсайз. То есть он смотрится как бы немножко такой свободный крой, не спадающий, не обтягивающий. По низу чуть-чуть широковат. Это кардиган укороченная модель. То есть есть у нас бывают длинненькие. Это вот, ну, как, наверное, свитерок такой. И еще хочу отметить, что если вы имеете размер в меньшую сторону, то лучше все-таки взять на размер меньше. Здесь идет двойной размер 50-52. И то вот я ношу тоже где-то 52-54. В общем, ну, разные зависимости от кроя. Бывает и 50-й, но очень редко подходит. Но основном 52-54. Но вот здесь мне 50-52 подошел. И то он на мне смотрится не обтягивающий, немножечко оверсайз. Но зато все недостатки какие-то он не подчеркивает, он скрывает. Вот этим мне он очень понравился. Я сделала небольшие замеры. Сейчас вам их озвучу. В районе подмышек размер 50-52. Имеет полуобхват 60 сантиметров. И по бедрам примерно тоже. Ну, он такой вот, как в форме квадратное такое получается изделие. Немножко чуть-чуть, наверное, на удлинение. Здесь у нас вот V-образный вырез. Три такие вот костяные пуговички в стиле сафари. И он очень мягенький. В составе здесь 50% вискозы. Поэтому он будет хорошо согревать. 27% полиэстера и 23% нейлона. Вместе с тем он очень хорошо тянется. Но здесь вот такая вязка. Вот покажу вам текстуру вязки поближе. Она вот как резиночка идет. Но он, девчонки, не колючий. Он очень мягенький, очень приятный. Как бы вот обнимает, ласкает. И он не ощущается на теле. Даже вот если на голое тело носить, он не колется. Здесь очень-очень мягкая такая вот рыхлая, податливая ткань. Конечно, я не знаю, как он будет по скатываемости. Но, наверное, любое вот изделие, где еще есть натуральная нить, если вы будете носить под верхней одеждой, то может вот в районе рукавов, вот по бокам, немножко как бы вот появляться катушки. Это все-таки, наверное, на любом вязаном изделии. Поэтому, конечно, такой кардиган, он будет хорошо вот сейчас осенью смотреться с какими-то брючками, с джинсами, с юбкой, будет выглядеть хорошо. Можно сюда какой-то топик надеть. Либо даже вот на голое тело тоже, в принципе, он неплохо смотрится. Но вот с топиком тоже будет сейчас многослойность в одежде модно. Можно и вот таким образом его носить. Здесь вот по рукавам, как бы вот небольшая такая резиночка, другая вязка идет. То же самое у нас по низу изделия. И вот здесь вот у нас немножко такие вот как бы украшалочки идут. То есть, ну, немножко как бы достройнящие. Вот у нас вот эти бедра наши, где в районе животика. То есть, вот такой вот идет узор. Люблю очень V-образный вырез. Мне он очень нравится на вещах. И по спинке здесь вот у нас просто вот так смотрится изделие. Ну, и цвет, вы знаете, тоже, в принципе, неплохой. Но вот я вам сейчас покажу с брючками зелеными, с жаккардами из этой коллекции. Буду примерять и посмотрите, как смотрится данный кардиган на мне. Здесь еще есть у нас, кстати, запасная пуговичка. Так что и вот здесь у нас три пуговички на планочке идут. Но теперь смотрите, как смотрится эта вещь на мне. Не переключайтесь. Итак, с вами снова я. Давайте посмотрим, как смотрится на мне трикотажный кардиган из коллекции Андрея Бурматикова. Я вам уже сказала, что на мне это размер 50-52. Это такой укороченный кардиган, который как раз вот идет по линию бедер. Вот так смотрится на мне рукав. И я вам уже сказала, что этот кардиган идет немножечко оверсайз. То есть он смотрится свободно. То есть он нежно обнимает, не спадает. Но при этом он не выделяет недостатки фигуры. То есть, в принципе, он неплохо выглядит. Вот как смотрится он с брючками. Кстати, на мне брючки наши жаккардовые в размере 52, в темно-изумрудном цвете. И, в принципе, с этими брючками он тоже неплохо смотрится. То есть, можно вот так, я думаю, носить вот такой ансамбль. На мне сейчас просто этот кардиган надет. Можно пододеть какой-то топик, чтобы вот здесь немножко акцент сделать. Я думаю, что сюда даже футболочка де Варе темно-зеленая в изумрудном цвете хорошо будет смотреться, так как здесь все-таки темно-изумрудные брючки. Но вот здесь, если разбавить, можно беленькой. В принципе, будет это все неплохо выглядеть. Он на пуговичках. Здесь декольте, я бы сказала, что, в принципе, все здесь хорошо смотрится. Все аккуратненько сделано. Как я люблю, V-образный вырез горловины. Ну и давайте покажу вам еще раз на мне, как смотрится. Вот такой ансамбль получился. Вы знаете, честно скажу вам, этот кардиган я больше приобретала для того, чтобы просто его примерить. Но, в принципе, как он смотрится, мне нравится. Поэтому, скорее всего, что я его оставлю. И вот я думаю, что и с джинсами будет замечательно, и с юбкой какую-то легкую футболку. Вот сейчас стою, он ни капельки не колется. Хотя на мне нет никакой футболочки. Топика он очень мягкий. Очень мягкое изделие. Конечно, я еще раз вам подчеркну, не знаю, как будет после стирки, как будет. Это все покажет носка. Но пока что, вот как он смотрится, мне нравится в нем очень комфортно. Очень такое вот комфортное изделие. Кстати, есть еще черный цвет. Я думаю, он будет стройнить, кому он подходит. Но я всегда сливаюсь с такими оттенками. И есть еще светлее. Это вот бежевый, такой, наверное, средний между ними. А есть еще молочного оттенка. Он тоже будет хорошо освежать и будет неплохо смотреться. В общем, вот такой получился у меня образ с нашей коллекцией. Сейчас покажу вам еще один джемпер. Ну, а с этим образом пишите, как вам. Может, вы тоже заказывали, как вам понравилось это изделие. Здесь вот этот узорчик идет. Ну, и по спинке просто вот он прямой. Прямо смотрится. Вот таким образом тоже здесь вот все у нас свободненько. Ничего не обтягивает. Но вот здесь вот, если посмотреть сбоку, да, то немножко он как бы, видите, он свободный. То есть чуть-чуть оверсайз получается. То есть он не обтягивает. Но с другой стороны, зато вам комфортно. Ничего нигде не выпирает вот эти наши вот изгибы тела. Все смотрится замечательно. В принципе, хороший кардиган. Могу вам советовать его на примерку. Ну, а теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok